В Москве работает международная выставка форум России, где представлены важнейшие достижения страны в целом и регионов в частности. Накануне прошел и день Тверской области. В его рамках на международной выставке форума России на ВДНХ заключено соглашение о сотрудничестве между Тверской областью и Всероссийским обществом охраны природы. Документ был подписан на Тверском стенде губернатором Игорем Рудене и председателем общества Вячеславом Фетисовым. Соглашение предусматривает взаимодействие между исполнителями органов Тверской области и Всероссийским обществом охраны природы в сфере природоохранной деятельности, экологического контроля и просвещения, экотуризма, экологического добровольческого движения и сохранения природного разнообразия региона. Сегодня вопрос экологии, вопрос сохранения нашей природы для будущих поколений является ключевым вопросом нашего сегодняшнего дня, потому что активно развиваются агломерации. Для нас, для территории, в которой более 1700 озер и 700 лет, 5 миллионов гектар леса, это очень важно, потому что верить за отношение к нашей природе, это наша святая обязанность. Всероссийское общество охраны природы – это общественная и культурно-просветительская экологическая организация, основанная в 1924 году. Это одно из старейших ныне действующих природоохранных объединений в мире. Деятельность ВООП направлена на поддержание благоприятной экологической и социальной обстановки в России. У нас сегодня огромная честь взять соглашение с одним из самых зеленых экологических регионов нашей страны. Исторически Тверская область была местом, так скажем, отдыха и легкими мегаполисом Москвы. Поэтому здесь есть некая взаимосвязь. Да, время возглавлять это направление. Ну и, конечно, у нас есть для этого все аргументы. В числе главных его задач обозначена защита конституционных прав и законных интересов граждан Российской Федерации на экологическую и благоприятную окружающую среду. Основной целью ВООП является создание условий для формирования здоровой и благоприятной экологической обстановки в стране, ее устойчивого безопасного развития, сохранения и укрепления здоровья людей.